Шестая цель в целях устойчивого развития является очень важной составляющей. В мире 663 миллиона человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. 1,8 миллиардов человек пользуются неочищенной водой и 80% воды поступает в реки неочищенными и загрязнениями, как от производства промышленности и сельского хозяйства. Регион Казахстан является на Евразийском континенте водно-дефицитной страной. Почти 40% наших вод обеспечения, оно зависит от трансграничного сотрудничества. Кроме всего, у нас на единицу продукции затрачивается очень много воды, мало применяется энергоэффективных технологий. И вы знаете такую проблему, как изменение климата, где горные вершины, которые обеспечивают нашу страну водой, 40% уже подверглись таянию ледников. Поэтому дефицит воды все больше и больше обостряется. Кроме всего, в Казахстане очень низкие тарифы. Поэтому промышленность почти до 50% использует практически питьевую воду. Вот интеграционные процессы с другими странами, работа над Парижскими соглашениями и по изменению климата и снижению углеродного следа, это является очень важной задачей для того, чтобы Казахстан полностью мог обеспечить себя водой еще на долгосрочный период. В шестой цели указано о том, что большую роль играют местные сообщества. Поэтому децентрализация власти, информирование и передача принятия решений на уровень местных сообществ является главной и концептуальной задачей, которую Казахстан должен поставить перед собой. Когда мы говорим о энергосбережении, это как раз говорит об ответственности каждого человека. Каждый, кто в семье будет считать, допустим, сколько он платит за это, у него мотивация будет тому, или стимул к тому, что он будет экономить. Вода является ключевым фактором для нашего будущего и жизни следующих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok